Друзья, я сейчас нахожусь на Онежской набережной в Петрозаводске. И насколько мне показалось, сам город Петрозаводск, он как бы вытянут вдоль всей этой набережной. Но это, насколько мне показалось, за один день я могу ошибаться. Сейчас у меня 9 утра, около 0 градусов, вчера срывался снег небольшой, достаточно прохладно и ветрено. Ну, это, в принципе, объяснимо, потому что здесь у нас просторы, широкая вода, ветер может гулять куда угодно. Что сразу бросается во внимание, то что утро, суббота и достаточно большое количество людей занимается спортом. Бегает, катается на велосипедах. И даже у меня в отеле стоит сразу же прокат велосипедов с велосипедами. Можно выйти, взять велик и покататься. Ну, я приехал со своим. И в парке здесь везде стоят знаки, что пешеходы ходят и рядом знак велосипедиста. Что ездят велосипедисты. Это радует. Первые следы города можно обнаружить на географической карте Авраама Артелиуса, где Онега-Борг, нынешний Петрозаводск, находится примерно в том же районе, что соответствует текущему городу. Официальная история города начинается с 13 века. Столица региона – идеальное место, чтобы получить представление о прелестях этого района. Пейзажи Карелии на северо-западе России представляют собой любопытное сочетание великих озер, диких лесов, деревянных церквей и героических памятников. Это область, которая от города Санкт-Петербурга простирается на север до Полярного круга. Одних выходных будет достаточно, чтобы вы могли посетить остров Кижи, отведать типичного блюда местной кухни, прогуляться по берегу самого большого озера Европы и познакомиться с этим своеобразным русским городом. Название города, как в принципе, я думаю, несложно догадаться, Петрозаводск происходит от буквального завода Петра. Почему такое название? Ну, потому что первое русское поселение здесь было образовано по приказу Петра Первого в 1703 году, и оно должно было служить для нужд Санкт-Петербурга. Но через какие-то 40 лет завод был закрыт, и что, люди поехали по домам? Нет, они остались здесь. И еще через 30 лет Екатерина Вторая уже здесь организует литейный завод, который работает в военных целях. Сюда в столицу многие приезжают, когда хотят посмотреть Карелию, потому что отсюда, в принципе, на автомобиле или на каких-то туристических автобусиках с экскурсиями можно выезжать до различных знаковых мест в этой местности. Если вам интересно посмотреть Кижи, то отсюда отходят кораблики, правда, уточняйте по поводу времени, потому что ходят они не всегда, не весь год, зависит все от погодных условий. Билет на человека взрослого обходится, ну, средний билет, я не беру там какие-то отдельные рейсы, средний билет обходится в 3 тысячи рублей. Вдоль Пушкинской улицы вы найдете памятник, посвященный поэту, небрежно смотрящему на горизонт, скрестив руки. Интересно, что многие из этих декоративных памятников являются подарками городов-побратимов в Петрозаводском. Впечатляющие рыбаки на скале у воды с их тонкими металлическими сетками, натянутыми в воздухе, были подарены центру города из Дулута, штат Миннесота, и еще одного города, стоящего на воде. Группа стилизованных фигур, называемая местом встречи, является подарком новежского города Мойрана, расположенного на фьорде недалеко от Арктики. Самая старая скульптура, датируемая 1873 годом, расположена в конце ветреной набережной озера, представляет собой классический бронзовый памятник, посвященный основателю городу Петру Великому. После того, как вы сделали глоток свежего воздуха и культуры, отправляйтесь в кафе Корейская горница, чтобы попробовать некоторые блюда Карелии. Вы можете начать с коктейля из клюквенной водки, а затем попробовать блюда из маринованных диких грибов или соленой трески с огурцами. Карелия славится своими реками и озерами, поэтому не удивляйтесь, если обнаружите множество блюд из пресноводной рыбы. Ребята, а вот так надо делать спортивные площадки под открытым небом. Здесь протяженность тренажеров вот этих вот всех метров 100, наверное, может и больше. Вот это я понимаю. И площадки реально, то есть, круто с весами, со всеми, с блинами. То есть, не такие бутафории, знаете, которые делают якобы спортивные площадки. Ни весов, ничего нет. А здесь конкретно, здесь блины, веса, грузы. Огромное количество и выбор тренажеров большой. Классно сделали, молодцы. Онежское озеро с его сотнями островов является вторым по величине в Европе. И, кстати, это озеро со всей его природой, с древними различными историями, гравюрами в скалах, вдохновило, кого бы вы думали, Александра Сергеевича Пушкина на создание его главного героя. Какого? Евгения Онегина. Ребята, давайте я вам покажу вход в свою гостиницу. Вот так это все дело выглядит. Гостиница сама по себе прикольная. То есть, современные модные номера. И когда заходишь в гостиницу, такой красивый холл, есть ресторан, есть маленький спортзальчик. Но есть одна особенность. Вот как у меня, да, к примеру. Вот эта парковка и ресепшн здесь, да, в этом здании в центральном. Но из-за того, что у них нет там номеров, они дают номера уже в другом корпусе. И вот как бы 0 градусов, да, вам завтраки у вас в том корпусе. А номер у меня вот в этом корпусе. И мне нужно одеться, пойти туда, поесть, потом опять вернуться. И то же самое любые там вопросы, спортзал пойти, в шортиках, да, туда, пожалуйста, через вот эту парковку. Это очень неудобно, на мой взгляд. Остров Кижи на Онежском озере в Республике Карелия заслуживает отдельного внимания. Он славится на весь мир множеством деревянных церквей, часовен и домов, представляющих собой уникальные архитектурные украшения. Это одно из самых известных туристических направлений в России, а также объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди всех деревянных построек выделяются, в частности, две церкви. Преображенская церковь с ее 22 куполами, символ острова Кижи, и Покровская церковь с ее 9 куполами, а также восьмиугольная колокольня, построенная в архитектурном стиле, когда-то распространенным по всей России. Я сейчас нахожусь на территории заповедника Кивач, и здесь же находится одноименный водопад. Территория небольшая, я буквально прошел все за полчаса, и, ну, в принципе, здесь водопад, понятно, что здесь заповедник, но территория вся, она огражена, и просто так у вас не получится пройти там в лес и уйти, куда вы хотите. Везде стоят знаки, что проход запрещен. Это место находится в 50 минутах езды от Петрозаводска. Есть парковка, можно поставить автомобиль, и вход стоит 200 рублей на территорию. В 1990 году объект Кижи был внесен в список ЮНЕСКО как наследие всего человечества. В 1993 году он стал местом российского культурного наследия, где посетители могут исследовать архитектурные сооружения в настоящем музее под открытым небом, посвященном истории, архитектуре и этнографии Карельской области. Друзья, мы с вами приехали к очередному знаковому месту, природный парк Гирвовский вулкан. Вулкан, вы не ослышались. Сейчас мы, наверное, увидим какую-то гору с извержением лавы. Но нет, мы такого не увидим. Тут вот написано, что где есть. Значит, есть у нас трубка взрыва, зоны минерализации, эруптивное жерло. В общем, что тут написано? Что в 1967 году сотрудниками Института геологии были обнаружены своеобразные вулканические породы, слагающие фрагмент древнего вулкана. Значит, время формирования вулкана относится к палеопротерозою. Время его формирования происходило 2.2 миллиарда лет назад. Ну, совсем недавно. Как выглядит вход? Ну, это тропинка, просто тропинка в лес. Небольшой, там, деревянный заборчик такой. Ну, еще на входе находится дамба. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что я вам могу сказать? Сам парк вот этот очень небольшой. И реально, если как бы не фотографироваться, то 15 минут. 15 минут и все. Если с фоточками, здесь уже зависит от того, сколько фоточек вы хотите сделать. А так, ну, 500 метров сюда, 500 метров туда. И, скажем, ну, что из себя представляет сам вулкан. Ну, это такие окаменелые породы. И сейчас река и небольшой водопад. Вещаю вам из жерла вулкана. Вот, собственно говоря, самый эпицентр. Ребята, ну что, какие ощущения? Ощущения, честно говоря, смешанные. Ну, как бы вулканом здесь не сильно пахнет. Ну, скалы. Как бы скалы. Ну, я уже такое видел. Много раз это вулканами никто не называл. Как бы понятно, что ученые там где-то что-то нашли. Как бы то, что было тут 2 миллиарда лет назад, ну, никто не знает. И, знаете, такое смешанное ощущение, потому что, ну, не похоже это на то, что рассказывали нам в школе. Знаете, магма, лава, извержения пылающие. И есть такое ощущение, что ученые где-то на... На нас, понимаете? Извините за выражение. Нет, естественно, естественно, место стоит того, чтобы посетить его. Есть ли тут что-то такое вау? Ехать ради этого в Карелию? Ну, большой вопрос. Последнее извержение здесь было ну, вот пару миллиардов лет назад. Самому же вулкану около 3 миллиардов. Как говорят, извержение вулкана в те времена было настолько сильное, что оно достигло территории Петрозаводска. Вот откуда я сегодня приехал. А Петрозаводск на минуточку 70 километров отсюда. Понимаете? То есть извержение вулкана достигло Петрозаводска. Но где факты? Где доказательства, ребята? Где это все? И еще, ребята, должен вам сказать про одну особенность этого места. То, что это вулкан и он же по совместительству водопад. Еще один подвох. Ну, где вот вы видите здесь водопад? А, на минуточку. Здесь выше, как вы, наверное, уже увидели, находится дамба и шлюзы. Весной, когда паводки, шлюзы открываются. И здесь фигачит поток воды. Очень мощный. И вулкан сразу же автоматически становится водопадом. То есть вот это все здесь бурлящие потоки воды. Понимаете? Хорошо, что сейчас осень. И я могу быть уверенным, что не откроют шлюзы. Потому что иначе меня бы оттуда смыло бы. Как в унитаз. А еще здесь снимали ряд фильмов. Каких фильмов? Здесь прям стоят билборды и показаны, что здесь снималось. Но вообще, что я вам могу сказать? Ребята, ищите какие-нибудь камни или пруд какой-нибудь. Найдите несколько ученых, которые нарисуют вам, накалякают какую-нибудь легенду. Вот как, например, здесь пруд или озеро. Можно придумать легенду, что здесь был выловлен какой-нибудь коррелиозавр миллион лет назад. И все. Строим заборчик. Ставим будочку. Пару туалетов. У нас готово туристическое место. Если у вас останется время, посетите также и другие достопримечательности музея Петрозаводска. Морской музей Полярный Одиссей, художественная галерея Дом куклы, Крестовоздвиженский собор и Губернаторский парк. Если вы едете в Карелию или из Карелии, у вас есть вариант на автомобиле добраться несколькими дорогами. И одна дорога, вот по которой я сейчас еду, она подразумевает собой переправу на пароме. Значит, если вы будете ехать этой дорогой, вот так подъезжаете на машине к Шлагбауму, ждете парома, который там находится. И значит, почему вот эта дорога? Дорога убитая в хлам. Я хотел приехать чуть раньше, но, честно говоря, сложно ехать со скоростью даже 100 км в час. Приходится ехать, наверное, порядка 60-80 км в час. Еще как бы деревня за деревней. Идет, дорога разбитая, но эта дорога помогает сэкономить, ну, по 200 км. Конечно, можно ехать другой дорогой, ну, понятно, да? Но мне самому интересно, что представляет из собой паромная вот эта переправа. Здесь, получается, вот из этой точки до Вологды, той же самой, уже 400 км где-то остается. Значит, давайте по парому. Во-первых, значит, через что эта переправа? Переправа это через реку Свирь. Она впадает в Онежское озеро. Река Свирь, она соединяет Онежское озеро и Ладожское озеро. Правда, я не знаю, сколько по реке тут плыть, но плыть немало. Он отправляется, значит, ну, каждый час, грубо говоря, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Стоимость, стоимость, стоимость. Вот оно. Пассажиры. Бесплатно. Мотоциклы. 60 рублей, я так понимаю, не долларов. Легковые. 170-200 рублей, в зависимости от длины. Ну, короче, 200 считаем. Грузовые пошли. 300, 400, ну, и так далее, короче. Ну, я не буду все это перечислять. Суть понятна. Сколько влазит, чего у нас? Вместимость. 8 грузовых автомобилей или 16 легковых и 100 пассажиров. Живописно ли тут красиво? Если что делать, пока ждешь парома? Нет. Ни черта тут нет. Тут инфраструктура никакой. Ничего больше. Кофе попить где? Я не вижу. В туалет сходить где? Я тоже не вижу. Везде. Я так понимаю. Вот так. Вот так. КОНЕЦ